Основную долю в экономике региона занимает нефтяная отрасль, а это обеспечивается во многом благодаря тем профессионалам, которые в ней работают. Самые успешные работники «Лукоил Севернефтегаза» сразились за звание лучшего по профессии. Конкурс прошел на Южно-Хольчаюском месторождении. За соревнованиями наблюдала и наша съемочная группа. Алина Ваучейская с подробностями. Их жизнь проходит в атмосфере нефти и газа. В этом конкурсе участвуют только лучшие из лучших, так называемые элиты, которые днями и ночами трудятся на промыслах «Лукоил Севернефтегаза». 44 работника крупнейшей нефтяной компании, 12 призовых мест, 6 номинаций. Здесь собрались лучшие из лучших цехов, которым доверили участвовать. Из этих лучших будут выбраны достойные, которые поедут дальше в «Лукоил Коми» представлять ТПП «Севернефтегаза». После приветственного слова участники сразу отправляются выполнять задания. Этапа два – теория и практика. В первом нефтяников проверяют на знания техники безопасности и охраны труда. Второй этап – демонстрирование профессиональных навыков. В номинации «Лучший электрогазосварщик» соревнуются 6 специалистов. Задача – соединить сварочным швом две трубы. Оценивается не только качество выполнения, но и скорость. Максим Бублик в нефтянке работает всего 4 года, участвует в конкурсе впервые. Готовился почти месяц, но все равно волнуется. Я волнуюсь вообще, честно говоря. Я еще не отошел от этого, от сварки, потому что это все на время. Нужно учитывать, во-первых, время, во-вторых, качество, в-третьих, соблюдать правила техники безопасности. Все в голове вот так вот, так что очень сложно. Многих даже трясет бывает. Волновался не зря, стал лучшим по профессии в номинации «Электрогазосварщик». Помимо этой еще пять номинаций – следственный ремонтник, оператор товарный, машинист технологических насосов, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки. И самая важная номинация – оператор по добыче нефти и газа. В ней лучшего выбирают из девяти человек. Оператор Денис Ануфриев, уроженец поселка Харивер, уже опытный участник конкурса профмастерства. В 2013 году он стал лучшим по профессии среди работников «Лукоил Севернефтегаза», затем лучшим на втором этапе конкурса в «Лукоил Коми» и третьим на конкурсе среди работников «Лукоила всей страны». «На том конкурсе, во-первых, было то, что я с тем оборудованием раньше не работал и не сталкивался. Но мы обучались в Мусинске этому, с ребятами тех, кто умеет это. Они обучали меня. Ну, было интересно, адреналина много. Там чуть-чуть не до паники уже о том, что… Ну, понравилось, в общем, очень сильно понравилось». Сейчас Денис участвует больше для себя, нежели на результат. Нужно отдавать дорогу молодежи, считает мужчина. Кстати, так и получилось. Среди победителей и призеров две трети молодых специалистов. «В первую очередь мы ставим показать профессионализм наших работников, желание их расти, уметь все, что возможно, предлагать новое, что они знают, что умеют, и учить опытным работникам и опытным участникам, учить молодежь, продвигать молодежь и представлять «Лукоил» в лучшем свете». Победителей и призеров наградили грамотами, денежными премиями и бурными овациями. Теперь они будут готовиться ко второму этапу конкурса, который пройдет в Усинске. И уже на нем определятся те профессионалы, которые будут защищать честь компании «Лукоил Севернефтегаз» на всероссийском уровне. Алина Волучейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север», Южно-Хольчуевское месторождение, Нинецкий автономный округ.